Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Сикмил и сами я, Артур Изятулин. В понедельник у нас наступила долгожданная, можно так сказать, полноценная коррекция на фондовых рынках. Активно у нас снижаются европейские фондовые индексы, потери у нас превышают уже 3%. Чуть-чуть лучше у нас сегодня чувствуют фьючерсы на американские фондовые индексы, потери там в моменте составляли 2%. Сейчас небольшое улучшение наступило, сократились потери, но в целом давление, высокое давление сохраняется. Естественно, доллар, который у нас имеет отрицательную корреляцию с рисковыми активами, как мы видим, себя сегодня отлично чувствует. Вырос он сегодня практически до уровня 91 пункт. Достиг он цели, которую я озвучивал на прошлой неделе, в пятницу. Напомню, у нас была техническая такая идея, что будет у нас коррекция доллара в сторону отметки 90.50. Ну, собственно, мы видим, что у нас прошла сегодня эта идея, достижение сегодня этого уровня. Затем тест границы восходящего канала, об этом мы говорим попозже. Собственно, новости, входящий поток новостей, который привел к вот этой негативной ситуации. Давайте посмотрим. Вы уже, наверное, собственно, в курсе. Это новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Британии. Значит, Джонсон, премьер-министр у нас пишет, более чем, точнее, до 70% более заразный, чем существующие штаммы коронавируса. Не будут они, получается, праздновать Рождество. Новости, соответственно, вот такого характера у нас повлекли за собой ряд других новостей. Давайте посмотрим. Они у нас касаются ограничения авиасообщения. Это, естественно, шок. Сильный шок, получается, для фондовых рынков, для рисковых активов. Ставит это под угрозу восстановления. Ну, во-первых, вот Турция, да, Минздрав заявили, что с Великобританией, с Данией, с Нитерландов из-за мутации коронавируса, сори, как бы, но мы прекращаем какие-либо полеты. Авиасообщение у нас прерывается с данными странами. Саудовская Аравия у нас самую такую выраженную реакцию показала. Она ограничивает, получается, сообщения со всеми странами на неделю. Вот такие вот у нас, ну, то есть ряд шоковых новостей, как видите, поступает. И рынки просто не могут оправиться, потому что ситуация действительно серьезная. Вы, как бы, должны понимать, да, исходя из вот таких сообщений. То есть опять наступает какой-то транспортный коллапс, который, он разрастается, принимает все более вот такие значительные масштабы. Сегодня еще поступила, привлекла мой внимание, новость. Давайте посмотрим, связана она с вакцинированием в США. У нас организация, которая контролирует ситуацию с коронавирусом в США, заявила, что часть людей, которые получила вакцину, у них развилась серьезная аллергическая реакция. И если уже сейчас такие сообщения появляются, когда не привили даже 1% населения, что можем говорить о том, когда вакцинирование затронет у нас на значительную долю населения, какая там будет частота возникновения вот этих аллергических реакций, да, возможных негативных побочных эффектов. Совершенно неизвестно, что у нас это за вакцина и как она действует, оказывается. Когда у нас выборка получается, людей, которые получают вакцину, она увеличивается, как мы видим. Так как у нас рынок, весь оптимизм, вся ставка на рост сконцентрирована как раз-таки на том, что вакцина заработает, что конец пандемии прогнозируем. Когда сейчас появляются новости, которые ставят под сомнение эту ставку, естественно, мы будем ожидать негативную реакцию, мы будем видеть красный рынок, мы будем видеть снижение на фондовых рынках. Вот эти новости, о которых вам нужно знать, чтобы понимать, куда мы движемся, что вот это, что это за кровавая баня, да, которая сегодня устроена на рынках, куда она нас приведет. Вот на самом деле, видим, ситуация у нас не одного дня негативная. То есть потенциальный поток негативных новостей, он у нас может продолжаться ни день, ни два, может продолжаться неделю или две, потому что о новом штамме коронавируса еще ничего не известно. Ситуация в целом с коронавирусом очень напряженная. Давайте с вами посмотрим, я для вас вот вывел несколько графиков по ключевым экономикам, собственно, вот в США у нас. Как мы видим, в середине ноября, в начале декабря вроде бы небольшие паузы, вроде бы надежда, да, что сформировался пик, но не тут-то было. Продолжается у нас восходящий тренд, несмотря ни на что, понятное дело, День Благодарения, Рождество, массовые скопления людей, в этом получаем такую реакцию, собственно. Продолжающийся рост, который ничем не остановить, кроме как ужесточением социальных ограничений. По экономике Германии, по точнее ситуации, да, в Германии, ключевая экономика евразовного комотив роста, что мы видим? Была у нас надежда, что вот эта, вот эта фаза, да, движения, это то, что у нас пик в Германии сформировалось, наконец-таки можно вдохнуть, но нет, пожалуйста, новой волны роста. Также, скорее всего, из-за рождественских праздников мы видим вот такое вот движение, и максимумов ничего тут нет, никакого еще пика нет, непонятно, куда мы идем. Естественно, обсуждаются планы в Германии, скорее всего, вводить новые социальные ограничения, ужесточать, а с новым штабом коронавируса, вы, наверное, прекрасно понимаете. Это все приведет к тому, что, скорее всего, ужесточение будет социальных ограничений, это еще один шок, который рынкам еще предстоит увидеть, еще предстоит пережить. Ну и давайте посмотрим ситуацию по России. Также вообще тут, где мне у нас не ослабевает движение, вроде бы пытается произойти стабилизация, но мы видим, какой значительный рост новых случаев произошел с сентября. Действительно, ситуация очень напряженно, очень тяжелая, и о облегчении вот этого бремени ограничений, о том, что государство постепенно будет ослаблять ограничения, в ближайшей перспективе, конечно же, говорить нельзя при вот таком вот неприятном графике. Вот такая у нас ситуация стоит по ключевым экономикам по России. Возвращаемся снова к доллару. Доллар у нас, как мы видим, сегодня достиг верхней границы вот здесь нисходящего канала, произошел у нас даже пробой, и сейчас очень важно понимать, этот нисходящий канал в долларе, который управляет, который руководит снижением доллара, он у нас очень давно. У нас сейчас близится переломный возможный момент, потому что Новый год – это сезонный фактор, сезонный паттерн, смена тренда, очень часто такое происходит. В начале декабря я говорил, что в доллар будет находиться у нас снижение весь декабрь, ничего не говорил я по поводу января. Здесь у нас наблюдается очень сейчас интересная ситуация. Произошел у нас тест нижней границы канала практически, и сейчас движение вынесло доллар вверх до, получается, теста верхней границы канала. Если у нас дальше произойдет новая волна движения наверх, вот здесь будет расторговка, если у нас доллар будет закрепляться выше верхней границы данного канала, если у него получится закрепиться, это совпадет у нас с Новым годом, можно говорить о смене нисходящего тренда, и можно серьезно думаться о каких-то покупках. Если уже у нас будет движение здесь вниз, канал, собственно, удержится, да, смогут они, получается, торговля сможет задержать этот канал, нисходящее движение в доллар, нисходящий тренд, он у нас, получается, будет оставаться в силе. Очень сейчас важно следить вот, собственно, за этим каналом, собственно, за этой границей вот здесь. Если у нас будет, сможет упереться у нас доллар сверху в этот, получается, канал, сможет удержаться, если у нас, по крайней мере, пару дней будет удержание выше этой границы, мы, скорее всего, будем постепенно рассматривать покупки. Если у нас здесь движение сохранится, да, какое-то будет движение вниз, вверх и так далее, да, то мы будем продолжать рассуждать в среднесрочной перспективе о нисходящем движении доллара, о том, что, да, у нас есть как бы шоки с коронавирусом, да, у нас есть этот негативный новостной фон, но в целом рынки продолжают быть настроены оптимистично. Если же у нас, как мы видим, произойдет движение сюда, какой-нибудь пробой, опять вот такое вот движение, концентрация, выход сюда, выход выше 90, получается, 91 пункта, это уже говорить, скорее всего, на мой взгляд, будет о смене нисходящего тренда и о среднесрочных покупках, которые стоит, на мой взгляд, рассматривать. Очень важно сейчас следить за ситуацией с коронавирусом в еврозоне, с новым штаммом, поддается ли он эффективному лечению, что будут предпринимать страны, потому что от этого будет зависеть риск офф на рынке, от этого будет зависеть спрос на доллар, который выполняет роль нас защитного актива. Поэтому внимательно следим за новостями из Европы, из Британии, вот по ситуации с коронавирусом. Также, ну, полезно знать, да, хотя уже потерял актуальность, эта новость, рынки, наверное, учли, Конгресс на воскресенье, на выходных у нас договорился о помощи экономике в размере 900 миллиардов долларов, получат там выплаты безработные, средства будут направлены, в общем, на потребление, на защиту бизнеса от банкротства и так далее. Судя по рынкам, это все уже учли, и это стимулирование тоже получается учтено. Фокус, на мой взгляд, смещается сейчас на ситуацию с коронавирусом. И опять в центральный план, центральное место у нас сейчас будут занимать реакции центральных банков США и еврозоны на вот этот новый нарождающийся такой кризис, возможно, экономический. Если они у нас будут говорить о новом предоставлении ликвидности, мы знаем, да, помним, что у них очень мощные кредитные механизмы на готове, которые будут в случае чего использованы. Это кредитование, прямое кредитование отдельных предприятий, фирм, организаций, выкуп, получается, токсичных долгов с рынков, то есть прямое вмещательство на кредитные рынки. Если они задействуют все эти меры, которые у них сейчас на готове рынке, конечно же, и вот этот новый шок с коронавирусом, это они все абсорбируют, все это проглотят и не заметят даже. Если центральные банки будут молчать, шок, скорее всего, дальше будет давить на рынки, мы будем видеть дальнейшее снижение. Но вот после сегодняшнего снижения можно точно говорить о том, что последует небольшая бычая реакции, скорее всего, а завтра, так как все ждали просадки, все ждали того, чтобы подобрать, наконец-таки, рынок, все ждали точки входа. Будет у нас завтра, скорее всего, небольшой позитив, будет небольшой отскок вверх, но нужно иметь в виду, что новостной фон, который мы сегодня с вами проанализировали, если вы внимательно призадумаетесь, это негативные шоки не одного дня. Ситуация будет пока что развиваться в негативную сторону, поэтому за ней нужно следить именно в таком ключе. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Остались какие-то вопросы, комментарии, welcome под видео. Собственно, пишите, задавайте ваши вопросы, комментарии. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!